Ты наш Господь Благословляем имя Твое Святое, Отец Ебесный, слава Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа, который искупил нас, омыл нас своей драгоценной кровью, и мы Твои, мы Твои дети, мы Твоя церковь, мы те, кто принадлежим Тебе. Господь, Ты дал нам будущность и надежду, Твоя кровь, она сроднила нас, некогда чужие, далекие, мы стали близки кровью Твоей Святой. Благодарны Тебе за все Твои великие дела, которые Ты являешь для нас. Да будешь Ты прославлен и возвеличен, Господь. И в этой молитве мы молимся за все нужды, молимся за тех, Господь, кто сегодня болен, немощен, кто сегодня проходит через трудности, испытания или скорби, давление, одиночество. Господь, да придет помощь от Тебя, сила, да придет исцеление тем, кто нуждается в нем, кто ищет, кто молится, кто стоит в вере, кто ожидает, Господь, от Твоего лица. Во имя Иисуса Христа приносим все эти записки, нужды, Господь, молимся за материю, на кого будет возложено, да придет Твое исцеление, пусть сила Святого Духа наполнит и исцелит больных, болящих, немощных. Во имя Иисуса Христа запрещаем болезням, инфекциям, вирусам, запрещаем всяким опухолям, образованием именем Иисуса Христа, запрещаем диабету, запрещаем гепатиту именем Иисуса Христа. Господь наш Целитель, и Ты посреди нас. Твоя рука не сократилась, чтобы спасать, Твое ухо не тяжелело, чтобы слышать, Господь. Молимся за Файрузу, сестру Господь, за исцеление ее ноги, Господь, да придет исцеление во имя Иисуса Христа. Господь наш благослови, Ты знаешь нужды детей Твоих, ибо Ты усматриваешь всякую нужду по богатству благодати и милости Твоей. И Ты посреди нас, великий наш Бог, благослови каждого, кто сегодня пред Твоим святым лицом, каждого, кто постится, каждого, кто сегодня обращается к Тебе в молитве, кто ищет Твоего лица, кто ищет Твоего откровения, Слова, водительства Твоего Духа, кто нуждается, Господи, в Тебе, Ты благословляешь и насыщаешь благами просящих у Тебя. Господи, вся слава, вся честь Тебе, также молимся за пожертвования, благослови, Господи, эти приношения, десятины, воздай, Господи, и благослови делорук тех, кто открывает свою руку и сердце, чтобы участвовать, Господи, в тех делах, в которых имя Твое прославится, для служения, для проповеди Евангелия, для того, чтобы Евангелие сегодня звучало, Господи, в этом народе, в этой стране, и чтобы еще множество душ обратилось к Тебе. Господь, мы в этот день также молимся за Израиль и благословляем этот народ, благословляем Твой народ, Господи, который Ты избрал, которому Ты открыл свои обетования и дал Своё Слово. Благослови этот народ, прославься, Господь, и возвеличься во всем наш Святой Праведный, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу! Приветствуем всех, дорогие друзья, братья, сестры, всех, кто присоединился к нам в эфире. Дети можете пройти, если дети здесь есть, можете пройти на занятия, присаживайтесь. Рад всех приветствовать, друзья, и замечательно быть нам в Доме Божьем, кто смог сегодня, кто не смог. Мы приветствуем всех тех, кто у кранов. Однажды апостол Павел сказал, великое преимущество быть иудеем во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Огромнейшее преимущество в том, что есть Слово Божье, что это Слово читается, изучается, применяется в жизни. Вот об этом апостол Павел, я думаю, подразумевает, когда он говорит о преимуществе. У верующего человека всегда есть огромное преимущество. Аминь, братья, сестры. Бог открыл нам Своё Слово, Он открыл нам Свои заповеди, Он открыл нам Свой характер, Он открыл нам Свою святость, Свои величия, Он открыл Свои великие дела в Своем Слове, и Он сегодня подтверждает это в нашей жизни. Поэтому Давид сказал, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Потому что в Доме Божьем всегда есть вот этот источник Божьей силы, благодати, когда мы можем иметь практическое применение каждый день в нашей жизни Его Слово. Сегодня желание моего сердца поделиться вместе с вами этим Словом. И тема проповеди, которая сегодня будет звучать, я назвал молитва с Духом Святым. Наверное, каждый из нас молящийся человек, верующие, молящиеся люди, мы имеем, наверное, какой-то опыт нашей молитвенной жизни. Но я думаю, что, друзья, самая, наверное, возвышенная молитва, которая может быть, самая совершенная молитва, это молитва с Духом Святым. Я думаю, мы много раз убеждались в этом, имеем множество свидетельств, когда кто-то молится, кто-то ходатайствует, и эта молитва достигает, как принято в христианском мире, говорит, сердца Божьего, когда она достигает престола Божьего, когда эта молитва возносится в самое небо и достигает туда. И вот эта молитва, она с Духом Святым. Об этом говорил апостол Павел в послании к Римлянам, в 8 главе, это записано 26 стихом, где Павел говорит, «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными». Мы еще вернемся к этому месту Священного Писания, но в качестве примера я бы хотел вам предложить замечательнейшую историю, которая есть в Ветхом Завете на страницах Писания, книги «Бытие», история Иакова. И когда он молился с 32 главы, я прочитаю его молитву, когда ему грозила серьезная опасность, опасность для его жизни. Иаков находился в настоящей, ненадуманной, знаете, проблеме, как многие люди находятся в каких-то ситуациях, которые они сами себе надумали. И порой бывает так в нашей жизни, но для Иакова была серьезная проблема и грозила опасность со стороны его брата Исава. И он понимал, что ему надлежит встретиться с ним. И вот он молится, я прочитаю 32 главу, с 8 стиха, и сказал, «Если Исаак нападет, на один стан побьет его, то остальной стан может спастись». И сказал Иаков, «Боже, отца моего Авраама», это молитва, «и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возврати землю твою на родину твою, я буду благотворить тебе, недостойный я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел, этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков ту ночь и взял из того, что у него было, в подарок Исаву брату своему двести коз, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдец, дойных жеребятами их сорок, коров, десять валов, двадцать ослиц, десять ослов, дал в руки рабам своим каждое стадо особое, сказал рабам своим, пойдите предо мной и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, и сказал, «Когда брат мой Исав встретится тебе, спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чего это стадо при тобой, то скажи, раба твоего, Иакова, это подарок, посланный господину моему Исау, вот и сам он за нами». Тоже приказал второму, третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот раб твоя Иаков за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мной, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». И пошли дары пред ним, а он в ту ночь ночевал встание, встал в ту ночь и взял двух жен своих, двух рабынь своих, одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок вброд, и взял их, перевел через поток, перевел все, что у него было, и остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Яков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека водолевать будешь». Спросил Яков, говоря, «Скажи имя твое». Он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. Эту историю молитвы Якова и то продолжение, которое мы прочитали, я хотел бы, чтобы мы рассматривали как одно целое, а именно молитва Якова. Предыстория. Вы хорошо знаете в Библии. Исав – это родной брат, который когда-то потерял первородство, Яков хитрым способом это первородство приобрел. Долгое время он жил у Лавана, работал на него. Были трудности, были сложности, но Яков все это преодолевает. Мы видим, что Бог благословляет его. И вот 32 глава начинается с того, что Яков, он шел своим путем, и там ангелы Божьи встретились на пути. Перед тем, как встретиться с Исавом, он на пути встречает ангелов. Знаете, друзья, все те, кто идут правильным путем сегодня, служат Богу, они будут иметь некие знаки для себя с неба. И вот Яков, как человек Божий, он имел эти знаки, ангелы Божьи встретили. Это для него было, наверное, вдохновляющим таким событием для каждого человека, который служит Богу, идет за Ним. И это свидетельство того, что Бог хранит нас на пути. Но, знаете, мы люди, и нам порой даже этого недостаточно, что Бог присутствует в нашей жизни. Мы подвержены страхам. И, как вы заметили, читая эту историю, вы увидели, что Яков, он откровенно говорит о своих страхах, он не скрывает. Господи, он в молитве выражает свое сердце. Я боюсь брата моего. Я боюсь этой встречи, потому что он идет на встречу ко мне, и, как ему сказали, возможно, это сказала Ревека, поведала о том, что Исаав в Сеире, и сказала о том, что он все еще враждебно настроен, и свидетельство того, что он враждебно настроен, с ним 400 человек, непростых людей, но они вооружены, эти люди сильны. Наверное, хватило бы десятой части из этих 400 человек для того, чтобы уничтожить Якова, его жены, его детей, и тех, то небольшое количество слуг, которые там с ним были. И поэтому Яков понимал, что встреча-то будет непростая. Исаав был настроен очень серьезно. Наверное, он дышал угрозами, наверное, он шел, знаете, и вынашивал долго в своем сердце, ожидая вот этого момента, когда наконец-то я смогу отомстить. Вы должны помнить, читающие Библию, как Исаав поклялся, что он убьет своего брата. Но Яков, почему он шел, почему он двигался вообще в этом направлении, вы должны помнить в том, что Бог ему сказал, что ты должен возвратиться с земли Отца своего. И вот Яков в послушании делает это наверное, не очень хотелось бы, но он в послушании просто следует тому голосу Божьему, который он уже научился слышать. И, конечно, для Исаава это самый наилучший способ, чтобы отомстить. И мы видим здесь, как Яков поступает, как человек мудрый, он пытается обрести вот это расположение своего брата, он делает все для того возможного, возможное своей стороны. Для нас это особый урок, потому что мы верующие порой все отдаем в руки Божьей, своей стороны ничего не делаем, но мы видим, что Яков понимал, что он может что-то сделать. Он разделяет свой стан, делает это для того, чтобы было безопасней. Он собирает определенное число животных, заметьте, он не золото, не серебро, не одежды, а именно 580 животных, наверное, те, которые, как он подумал, те пестрые, помните, когда он выращивал особым способом этих животных, и он знал, что Исаф, он зверолов, наверное, он больше всего любит хороших, хороших особей, животных, то есть он делал это от всего сердца, и он посылает эти стада, 580 голов, там были и овцы, и козлы, и коровы, и верблюды, для того, чтобы умилостивить сердце своего брата. Он был напуган. Конечно, со стороны Священного Писания мы, читающие Библию, знаем Якова как человека веры, но заметьте, друзья, как он искренне говорит о своих страхах перед Богом, он не скрывает. Знаете, люди веры, они тоже могут испытывать страх в своей жизни. Каждый из нас, мы переживаем страхи, и кто-то пытается, ну не знаю, как сказать, надеть маску, или как-то спрятать свои страхи, но мы видим, что Яков, он был искренним, даже в этом. Он говорил это искренне, он говорил, я боюсь, Господи, я боюсь этой встречи, у меня не достает этого мужества, у меня нету столько сил, чтобы противостоять брату, поэтому он молится. Вы знаете, друзья, когда грозит опасность, все лучшее, что мы можем делать, это молиться. Аминь. когда тебе страшно, молись, когда тебе тяжело, молись, когда тебе тревожно, молись, когда ты в отчаянии, молись, когда страхи одолевают тебя, говори Богу о своих страхах, он все равно так или иначе их видит. Аминь. Может быть, люди не замечают наших страхов, но Бог видит твои волнения, твои страхи. Может быть, мы даже как-то стыдимся, стесняемся, что увидят нас, мы боимся чего-то, говори Богу о своих страхах. Поэтому времена страха, это времена молитвы. И в этом нет ничего плохого, когда нам тяжело, как Давид говорил, когда я в страхе на тебя уповаю. Это означает, что он проводил время с Богом. И вот его просьба, друзья, и вот я возвращаюсь к той теме, которую мы с вами уже говорили в начале, что мы говорим о молитве с Духом Святым. И на мой взгляд, вот эта молитва, она имеет основания не просто, вот знаете, Яков говорил это, вот придумал что-то просто от себя. Но я думаю, что вот эта молитва, она образец того, как Дух Святой вкладывает в наше сердце молитвенные слова, вкладывает мысль, вкладывает основания для того, чтобы молитва была достигнута цели. И вот его просьба, она очень выразительна, она очень проста, он говорит, избавь меня от руки брата моего, избавь меня, молю тебя. Заметьте, Бог ответил на его нужду, и как Яков обращается, он обращается к Богу, каждое слово, оно исполнено глубочайшего смирения. вот этот Дух смирения присутствует на протяжении всей молитвы. Я по-особенному хотел бы подчеркнуть вот это смирение, которое присутствует его в молитве. Наверное, Яков, который двигался в послушании, и ему приходилось, может быть, делать не то совсем, что хотелось бы для него, но он исполнял то, что Бог ему говорил. И он обращается к Богу отцов своих, он даже не говорит, что Господи, ты мой Бог, он настолько смиренный, он говорит, Бог Авраама, Бог Исаака, он обращается, потому что он себя считал даже недостойным. Вы знаете, друзья, нет ничего плохого считать себя недостойным милостей Божьих. Яков открыто говорит об этом в своей молитве, я недостойен всех твоей милости. Нет ничего плохого считать себя недостойным. Почему? Потому что оно так и есть. Мы недостойны всех, даже самых малых милостей, которые Бог нам дает. Мы порой привыкли и так все принимать от жизни. Мы встали, мы видим глазами, мы дышим, мы слышим, но мы при этом бываем недовольны, забываем поблагодарить даже Бога за это, что мы можем ходить, можем есть, можем видеть, можем дышать. у нас ничего не болеть, но даже за это мы неблагодарны Богу, а ведь это Его милость, каждодневная милость в нашей жизни. Мы как служители сталкиваемся каждый день с нуждами людей, и вы можете видеть эти нужды, которые отображены в эфире, которые звучат. Друзья мои, люди молятся, обращаются к Богу, сегодня множество нужд есть, которые звучат, но те, которые у нас есть здоровье, есть силы, мы даже за это забываем благодарить Бога. Так вот, Иаков говорит, что Господи не достоин всех милостей Твоих. По сути, он был достойным человеком, и он очень достойно вел себя, помните, своим дядей Лаваном в общении, он справедливо всегда наставил на своих заслугах и так дальше, но перед Богом, он говорит, Господи, не достоин. Недостоин. Дословный перевод, я меньше всех Твоих милостей. Лучшие люди, люди веры, они абсолютно считают себя недостойными даже самых маленьких милостей Божьей. Великие люди веры всегда очень глубоко смиренные, потому что они имеют общение с Богом, они видят Его святость, они видят все эти милости, они замечают в своей жизни все эти милости Божьи. Плохо, когда мы не замечаем эти милости Божьи. Поэтому величайшее откровение, которое от Духа Святого приходит в нашу жизнь, заключается в том, что ты видишь эти милости Божьи каждый день в своей жизни. Есть замечательный христианский гимн, псалом. Я помню в раннем когда мы только обратились к Богу, мы пели Его «Милости Господни замечай, считай, помни все милости Божьи». И вот следующее основание в Его молитве, которое Дух Божий ложит в его сердце Господи, сказавший мне возвратить землю. То есть Он не просто покинул то место, где Он обитал, там у Лавана, чтобы попутешествовать или из-за своей прихоти или еще что-то. Это было послушание Богу. Господь, Ты мне сказал возвратись в эту землю. Вы знаете, это была обязанность для Него, это был долг, который он чувствовал перед Богом. И на пути долга он встречает трудности. Друзья мои, кто из вас находится в служении на пути своего долга, на пути своих обязанностей перед Богом, перед Его народом, кто из вас встречает трудности? Часто накатываются слезы на глаза. Часто мы говорим, Господи, я же служу Тебе, почему у меня так и так? И мы порой меряем, измеряем наше служение по своей шкале. Точно так же, как процветание, оно не удостоверяет нашу праведность, страдание не является доказательством того, что мы на правильном пути. Единственным подтверждением того, что Бог гарантирует нашу защиту, безопасность, это послушание Ему и делать то, что Он нам говорит. А мы часто меряем того, что у нас процветание, значит, Бог меня любит. У меня страдание, значит, все плохо. Ни то, ни другое не является показателем. Твое смиренное послушание Слову Божьему, твое смиренное послушание тому, что Бог тебе говорит. Иаков положил это в основание своей молитвы. Он не жалуется Богу, он не говорит, Господи, эти проблемы потому, что я вот тебе послушен, ты ведь мне сказал уйти, а теперь у меня беда, проблема. Иса ведет, с ним 400 человек, я боюсь. Нет, он смирение излагает свою нужду. Друзья, давайте мы посмотрим, как мы излагаем свои нужды. Часто наши нужды звучат Богу, как претензии. Господи, я ведь служу тебе, почему вот столько лет у меня вот так и вот так. посмотри на эту молитву, посмотри, как молится Иаков. И он с благодарностью признает милость Божью в своей жизни. То есть он говорит это со словами благодарности, и я хотел бы подчеркнуть, он говорит, я с посохом моим перешел этот Ярдан. То есть он был одинокий, он был как пилигрим, у него ничего не было, ни друзей, ни спутников, единственное, что у него было, это посох. На что он мог опереться, это посох. И дальше он говорит, а теперь у меня дети, а теперь у меня ответственность. То есть смотрите, как звучит его молитва. Иаков говорит, Господи, ты хранил, когда я был с одним посохом, и если бы я что-то потерял, то я потерял бы только свою жизнь. Но сейчас у меня столько людей, которые зависят от меня. Это действительно был аргумент в молитве, очень важный и серьезный. Мы порой своим аргументом в молитве, друзья, мы излагаем свои нужды, мы рассчитываем на то, что мы хотим, чтобы нас пожалели, чтобы Бог нас пожалел. Но смотрите, это действительно был аргумент. Он говорит, Яков, смирение, Господи, ты меня благословил. И он видел это благословение в том, что у него был только посох, потому что Бог хранил его тогда. Сколько из нас мы благодарны Богу и благословляем имя Божье, когда у нас в руках один посох. Но смотрите, это становится аргументом в молитве. Он говорит, Господи, ты тогда меня благословил, и я видел это благословение, когда у меня в руках был один посох, а теперь, Господи, неужели, неужели ты позволишь, когда у меня такая ответственность, когда столько зависит от меня людей. И он говорит, Господи, избавь меня от руки брата, ибо я боюсь его. Он оставит на обетование Божье. Дух Святой всегда нас ведет в молитве, чтобы мы увидели обетование Божье. И он говорит, он говорит, 9 стих, ты сказал, я буду благотворить тебе. Он словно напоминает Богу и говорит, Господи, ты сказал, это не я придумал, ты сказал, я буду благотворить тебе. Смотрите, друзья, как люди становятся великими. В моем понимании великий человек это когда он становится другом Богу. Как Иаков становится великим мужем веры посредством молитвы и как он приобретает своего брата Исава посредством этой молитвы и посредством того щедрого даяния, которое он делает для него. Он посылает ему подарок и дальше мы видим, что у потока это как продолжение той молитвы некто встречается и он борется. Это несколько загадочная для нас таинственная история, но мы можем узнать в Священном Писании вот это история борьбы Иакова с ангелом. Об этом упоминается в книге Иосии 12 глава 4 стих. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его в Вифеле, он нашел нас там и говорил с нами. Казалось бы, что сам Бог выступил против Иакова и был ему противником. Вы знаете, эта история напоминает мне, помните, женщину Хананиянку, которая пришла к Иисусу своей нуждой и своей дочери. И помните, как Господь ей ответил? Вначале Он вообще не отвечал, а потом ученики обратили внимание и сказали, она идет за нами. И помните, Господь повернулся, сказал ей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Очень ясно. Наверное, очень так неприятно для этой женщины было, но смотрите, как она говорит и отвечает, Господи, но и псы питаются крохами падающих со стола. И после этих слов Господь поворачивается к этой женщине и говорит, то женщина велика вера твоя. Не кажется ли вам, друзья, что вот история Иакова и история этой женщины похожи, словно Бог противостоял Иакова? И вот здесь ангел, в лице ангела он борется, Иаков борется, и Бог выступает как противник. И это казалось бы усугубляет его испытания и мы находим подтверждение у книги пророка Оси, как мы прочитали, что Иаков плакал и умолял. Но заметьте, что в этой истории мы находим, что Иаков все-таки добился своего, и ангел не одолел его, но он боролся и одолел. Как это вообще возможно? Как можно бороться с Богом и одолеть его? Как можно бороться с ангелом и одолеть его? Я думаю, это единственный случай, если Бог даст тебе благодать на это. Конечно же, мы, как Иаков говорил, и он образно говорил, 23 глава 6 стих, неужели он, то есть Бог, в полном могуществе стал бы состязаться со мной? Если бы Бог употребил всю свою силу, конечно, Иаков бы не устоял, но Бог наделил его соответствующей верой, силой, духом, основаниями и молитвами, всем тем, чтобы он выдержал. Вопрос для чего, зачем? Для того, чтобы твоя вера стала сильней. Мы можем бороться с Богом только его силой. И эта вся картина Ветхого Завета открывает нам суть того, что говорит апостол Павел в послании к римлянам, возвращаясь, 26 стих 8 главы. Он говорит, притом знаем, испытывая, простите, 26 стих, так же и дух подкрепляет нас немощных наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно, ну, но сам дух отатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Павел говорит о величайшей привилегии для христиан. То есть он указывает так же на, что у нас есть немощь. Он говорит, что дух подкрепляет нас немощах наших, и эта немощь состоит в том, что мы не знаем, о чем молиться и как должно. Мы не знаем, как молиться, о чем молиться, но дух Божий, он делает внутри нас эту молитву. То есть он подкрепляет нас в немощах. Это касается молитвы, это касается слова, это касается обетования, это касается нашего сердца, где обитает Дух Святой. Это касается того, что он поднимает буквально один из переводов значения, что он поднимает груз, который мы берем с одного конца, он берет с другой стороны, и он берет большую часть груза. Это делает Дух Святой. Он содействует нашему силе. Другими словами, он диктует нам, как нам просить, чтобы правильно выразить наше прошение пред Отцом. Друзья, заметьте, Он является ходатаем. Он является ходатаем внутри нашего сердца. Иисус Христос является ходатаем где? На небе, пред престолом Отца Небесного, а Он является ходатаем в нашем сердце. И молитва исходит из сердца. Это Божий порядок. Вы можете увидеть это в жизни Моисея. Вы можете увидеть это в жизни Анны, как она молилась. И когда речь идет о воздыханиях неизреченных, то когда священник смотрел на Анну, он вообще думал, что она пьяна. Но в ней были воздыхания неизреченные. И он не понимал ее, будучи священником, не понимал молитвы. Но она так молилась, выглядела как пьяна, но молилась, изливала свое сердце пред Богом. Это было непонятно для людей, но это было понятно для кого? Для Бога. Неизреченные слова. Представьте себе, что вам надлежит встретиться с президентом. Я думаю, вы будете учитывать все детали, как одеться, как это. Вы будете спрашивать, как составить какое-то обращение, как говорить, что не делать. А представляете, пред престолом Божьим нам представать молитвы наши, излагать наши просьбы. Это намного выше, намного больше. Для человека честь стоять перед президентом, но намного больше стоять пред Богом, предстоять в молитве перед Ним, излагать свои нужды. подкрепляет нас в немощах наших. И дальше испытывающие сердца знают, какая мысль у Духа. То есть Дух Божий по воле Божьей Он излагает наши молитвы, Он составляет их и приносит при лицом Отца Небесного. Конечно, для лицемера все благочестие, оно на кончике языка, но Бог смотрит в сердце, Он видит сердце. А для искреннего человека нет ничего более утешительного, зная и понимая то, что Бог смотрит в его сердце. И наша искренность, она пред Богом тогда, и полнота нашей молитвы тогда, когда она с Духом Святым. Друзья, как нам важно сегодня научиться так молиться. Столько у нас сегодня есть свидетельств того, как Дух Святой, побуждая кого-то, может быть, среди ночи подымая кого-то, молясь, и потом кто-то говорит тебе, ты знаешь, у меня была такая сложная ситуация, и ты сверяешь часы и говоришь, да, в это время ты молился, или кто-то за тебя молился, и для тебя есть такое свидетельство, подтверждение того, что Бог кого-то поднял, и Дух Святой побудил кого-то молиться о том, чтобы твоя заступническая молитва кого-то защитила, и человек находился, может быть, в такой крайней ситуации, безвыходной ситуации, и Бог вышел, и Бог помог. Помните Даниила, который молился, и написано, в те дни Даниил сообразил по книгам число лет, которое должно исполниться над Иерусалимом. Это число было 70 лет, и как раз пришло исполнение. И Дух Божий побудил Даниила в эти дни поститься, молиться, то есть, он говорит, вкусного хлеба не ел, не умощал себя, напитков не пил, чтобы достигнуть разумения, понимания, Господи, почему 70 лет исполнилось, но почему мы находимся в таком состоянии, почему Иерусалим еще в... И приходит ответ. И архангел Михаил, который, скорее всего, олицетворяет Господа Иисуса Христа, пришел и говорил с ним, и говорит, слушай, с первого дня, как ты расположил сердце, молитва твоя услышана, и я бы пришел по словам твоим, но царь, царство Персидского, стоял против меня 21 день. Нечто происходило. Может быть, Даниил не видел всей картины того, что происходит, но благодаря тому, что побуждаем Духом Божьим в молитве и продолжая молиться, что-то произошло. И я имею в виду, не только пришло понимание Даниилу и откровение, но что-то вообще изменилось и произошло. Помните, есть замечательный стих в Библии в Ветхом Завете, я не открою сейчас вам, не записал его, когда Бог говорит, искал я человека, который стоял бы, который стал бы в проломе и не нашел. То есть Бог ищет сосуды, Бог ищет человека, Дух Святой сегодня ищет людей, которые будут молиться, которых он желает употребить для молитвы. Иаков был сосудом Божьим, когда Бог употребил его, чтобы защитить свою семью, защитить наследие, защитить детей. Он молился, как Осия говорит, он со слезами, он молился, он умолял, он плакал, сокрушался пред Богом. Часто то сокрушение, которое приходит нашу жизнь, и я предпочитаю такое сокрушение, которое приходит от Духа Божьего, когда Дух Божий сокрушает наше сердце, когда не просто мы излагаем свои жалобы, сокрушаемся, нам жалко себя, не просто человеческое наше, естественное такое сокрушение, но когда Дух Божий сокрушает нас, когда Он вкладывает бремя, когда Он нежно стучит и напоминает, о чем мы должны молиться, и как должно, и сколько молиться. Это молитва с Духом Святым. Друзья, мы сегодня пустимся, молимся, как церковь. Каждый день у нас обозначены нужды, за которые мы молимся. И сегодня я верю, что Дух Святой усматривает такие сосуды, Он знает. Давайте будем открыты для Бога, для того, чтобы Господь использовал нас. Давайте будем этими сосудами, молитвенниками, людьми молитвы, которые открыли свое сердце для Бога, чтобы Он наполнял нас. Потому что такие молитвы, они там, пред Господом, такие молитвы, они решающие, они определяющие. Потому что Дух Святой в нас молится, Он является ходатаем, Он предоставляет, и Бог не может не ответить на такие нужды. Он не может не ответить. Он отвечает посредством таких молитв. Давайте будем достигать этого. Давайте будем стремиться к этому. Давайте будем людьми, которые молятся так, чтобы молитвы, как есть выражение в Библии, чтобы молитвы наши были услышаны там, на высоте, пред лицом Божьим, чтобы мы могли предстоять. Как некогда предстоял Моисей, как Анна предстояла, как Яков предстоял, как Давид предстоял, как Даниил предстоял, как многие-многие святые предстояли, апостолы предстояли, и Дух Святой отделял на служение и совершал свою работу. Пусть Бог благословит нас в этом. Я хотел бы на этом закончить. Давайте мы встанем, мы помолимся. Я бы хотел обратиться к тем людям, кто еще не обращался к Богу. Для вас молитва, может быть, это просто заученный текст. Может быть, вы вообще не молились. может быть, вы молились так, как вас научили. Я хочу сказать, дорогой друг, что молитва это нечто большее. И если ты никогда не отдавал свою жизнь Богу, я хочу сказать, что Бог тебя любит и ожидает тебя. Если ты еще не родился свыше, как Библия говорит, если ты не отдал свое сердце Богу, сегодня Бог ожидает тебя. Бог любит вас. И Слово Божье говорит, каждый, кто призовет имя Господне спасется. Если вы тот человек, кто нуждается в Господе, и вы хотели бы прийти к Нему, обратиться к Нему, мы поможем вам, мы поведем вас в молитве. Если вы здесь в этом собрании, дайте знать, поднимите руку, мы помолимся вместе с вами, мы помолимся за вас. Есть такие люди в этом собрании, кто хотел бы отдать свою жизнь Богу, сказать, Господь, ты мой Бог, и моя жизнь принадлежит тебе. Если вы здесь, просто дайте знать, поднимите вашу руку. Есть такие люди, нет? Я не вижу. но, может быть, кто-то из новых людей смотрит нас в эфире. Я хотел бы не лишить вас этой возможности, но давайте помолимся вместе. Я буду говорить слова молитвы. Давайте мы склоним головы, может быть, кто-то еще не обращался к Богу, и вы впервые приходите к Нему. Пусть Бог благословит вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Твоего Сына. Господь, я нуждаюсь в Тебе, потому что я грешник. Прости все мои грехи. Будь моим Господом и Спасителем. Я даю тебе мое сердце. Я верю, что ты умер за меня и воскрес мое оправдание. Слава Тебе. Аминь. Когда вы так помолились, верьте в то, что Бог слышал вашу молитву, и Он любит вас. Дайте нам знать, сообщите нам, позвоните по телефону горячей линии и благослови вас, Господь. Церковь, давайте мы еще помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе, нашему Богу. Господь, Ты один достоин славы, Ты один достоин поклонения и хвалы. Ты наш Бог, Ты наш Царь и Ты наш Спаситель. И мы благодарны за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Господь, помоги нам быть людьми веры, помоги нам быть людьми молитвы, помоги нам быть этими сосудами чистыми, которые Ты желаешь использовать. Помоги нам быть людьми, которые Дух Божий использует. Наполняй нас, Дух Святой, наполняй каждое сердце, наполняй каждого, кто сегодня открыл свое сердце для Тебя, кто желает молиться, кто желает искать Тебя, кто ищет Тебя всем сердцем. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем Святом присутствии. Мы нуждаемся, чтобы Ты говорил нам, чтобы Ты сегодня изменял нас, чтобы Ты, Господь, преображал всю нашу жизнь и делал нас такими, которые угодно Тебе. Тебе мы воздаем славу, честь и хвалу. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу. Будьте благословены. Дорогие братья и сестры, присаживайтесь на короткое время. И сейчас у нас будет молитва, и я перед этой молитвой хотел бы сказать слово. Сегодня у нас 14-й день поста Даниила, и мы молимся за Иерусалим, за Израиль, мы молимся за еврейский народ. И вы знаете, сейчас особые дни, которые происходят, мы присоединяемся ко второму всероссийскому марафону молитвы за Израиль. 27-го числа, 27-го января, этот день освобождения из лагеря смерти освенцем, который был в 1945-м году, где были уничтожены 1 миллион 400 человек. Из этих 1 миллион 400 человек, 1 миллион 100, это были евреи, мирные граждане. И в этот день мы молимся, и я хотел бы открыть местописание, посмотреть с вами, потому что Божье Слово побуждает нас к молитве. Давайте откроем местописание Исайя, 62-я глава и прочитаем 1-й и 6-й и 7-й стих. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его и спасение его, как горящий светильник. 6-й стих. На стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающий о Господе, не умолкайте, не умолкайте перед ним, доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Мы видим, есть некое наставление, чтобы мы молились, благословляли. Мы церковь, мы призваны благословлять Иерусалим, Израиль. Этот город очень много раз разрушался и восстанавливался. Этот народ очень много раз уходил в плен и сейчас мы видим, Бог возвратил этот народ. И мы будем молиться, потому что мы призваны молиться и благословлять. Я прочитаю также и Псалом 121, 6-й и 7-й стих. Сам Давид он говорит об этом. Это Псалом Алии, Псалом восхождения. И в 6-м стихе написано «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». Господь говорит «Просите мира Иерусалиму». И здесь есть некое обетование все те, кто просят мира Иерусалиму. Божье благоденствие, Божья благодать, она приходит на таких людей. Вы знаете, однажды я посещал одну семью еврейскую, приходил к ним с продуктовым набором. Пожилого человека звали Аркадий Нужденко, и он принял меня в свой дом. И он спросил «Кто вы и что вы?» И я рассказал, что мы христиане, те, которые молятся и благословляют еврейский народ и помогают им вернуться в Израиль. И он рассказал свою историю, как маленьким мальчиком он остался без родителей. И когда он проживал на Украине, это было время, когда началась война. И родители его, они просто толкнули в какую-то семью, когда их вели на расстрел. Эта семья, она сохранила его. И он говорит «Я находился в верующей христианской семье, и эти люди, они рисковали своей жизнью, пряча меня несколько лет». И он говорил, когда были обыски у нас в доме, я, говорит, прятался в собачьей будке. Немецкие офицеры боялись собак, они не подходили туда, и он говорит «Я был спасен». И вы знаете, этот человек, он благодарен тем людям, которые спасали, тем людям, которые помогали. В Бытие, в 12 главе, в 3 стихе, Бог говорит «Благословляющих тебя, Авраам, и твое семя, я благословлю, а злословящихся тебя, я прокляну». Мы как церковь призваны благословлять, мы как церковь призваны молиться. Давайте мы сейчас поднимемся и будем молиться за Израиль, будем молиться за Иерусалим, будем просить мира Божьего. Этот мир, он приходит туда, и также Божье благословение приходит на нас, на церковь Божью. Дорогой Господь, мы благодарим тебя сейчас, Господь, за эту возможность, Господь, и мы в посте, в молитве, и мы молимся, и мы благословляем сегодня Израиль, благословляем сегодня Иерусалим, благословляем еврейский народ, и мы просим, пусть твой мир, Господь, наполнит их сердцам, наполнит эту страну, они так нуждаются в мире. Я прошу тебя, Господь, за все те семьи, которые пострадали в этой жертве, Господь, Божий, в этом холокосте. Я прошу тебя, пусть твое утешение придет во имя Иисуса Христа. Мы как церковь молимся об этих людях, Господь Божий, и мы не отказываемся, Господь Божий, но мы хотим заступиться, мы хотим встать в проломе, чтобы ты сделал Иерусалим славою на земле. Господи, ибо ты исполняешь Слово Твое. Это было в сердце Господь Божий, мужа Божьего Давида, который шел в храм, шел в Иерусалим, молился, благословлял и пророчески ожидал, что будет Божья слава здесь. И мы молимся и благословляем Израиль, молимся, благословляем Иерусалим, двенадцать колен Израиля во имя Иисуса Христа, чтобы они были все собраны там, в Израиле, во имя Иисуса Христа. И как апостол Павел мы также молимся, чтобы они были спасены, чтобы они были, Господь Божий, полностью, Господь, душевно, физически и духовно спасены во имя Иисуса Христа. Благослови этот народ, благослови, однажды Божье Слово вышло из Иерусалима и распространилось до края земли, и сейчас Божье Слово возвращается обратно в Иерусалим, и мы благословляем Израиль, благословляем Иерусалим во имя Иисуса Христа. Божий, пусть там рождаются церкви, пусть там рождаются общины, пусть Израиль, он благоденствует сегодня во имя Иисуса Христа. Мы молимся и мы благословляем Твоим именем, Твое семя, семя Аврамова, во имя Отца, Сына и Духа Святого, и весь народ Божий скажет Аминь. Слава Господу. И давайте мы еще присядем, есть несколько объявлений, которые нужно сказать. И есть одно благодарение. Вчера у нас состоялось водное крещение и 35 человек, братьев и сестер, они заключили водный завет. Слава Господу. И мы поздравляем каждого, может быть, кто-то здесь есть такие люди. Мы вас приветствуем и мы радуемся вместе с вами. Обратите внимание, что сегодня молодежное служение состоится в 19.00. Если ты молодой человек, приходи на такое собрание к 19.00 и будет совместная молитва за Израиль, за мир в Иерусалиме. 29 января произойдет спецэфир в 20.30. Пастор Эдуард Анатольевич Гробовенко ответит на ваши вопросы в прямом эфире. Задать вопросы вы можете заполнить форму по ссылке в соцсетях. Вопросы принимаются до 15.00 Москвы и 17.00 по Перми пятницы 29 января. У вас есть выбор получить ответ в прямом эфире или по электронной почте. Поэтому будьте внимательны, смотрите, слушайте, задавайте вопросы. 30 января в следующую субботу состоится молитвенный мужской завтрак. Поэтому обязательно бери сыновей, дочерей, приходи сам на это собрание. И необходимо зарегистрироваться на этот завтрак. В фойе вы можете подойти за столиком информации или по телефону горячей линии вы можете зарегистрироваться. Продолжаем поститься и молиться 21 день каждый вечер молитва в 19.00 в прямом эфире вместе с семьей в здании церкви. В районах кислотной дачи Изакамск с понедельника по пятницу в 19.00 проходит молитва с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Последнее объявление служение в кругу друзей приглашает на организованный выезд с 3 по 7 февраля. Информацию вы можете узнать за столиком фойе. На этом все объявления которые мы услышали давайте мы поднимемся и попросим Божьей благодати. Господь благодарим Тебя за это время за это слово о молитве Господи спасибо Тебе Господь Боже и Ты говорил сегодня к нашим сердцам и мы просим Твоей благодати Твоей веры Господь молиться ходатайствовать быть в посте в эти дни во имя Иисуса Христа благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами Аминь будьте благословенны с миром Божьим братья и сестры по домам Божьим